Владимир Александрович Смолькин Для проведения парада представители каждого подразделения Росгвардии проходили торжественным маршем, пели песни, говорили теплые слова в адрес ветерана. Управление ФСИН России по Ульяновской области тоже не обошло вниманием ветерана ведомства. Юрий Васильевич Самсонов посвятил работе в органах 25 лет жизни. Участвовал в войнах с фашистской Германией и Японией. Уважаемый Юрий Васильевич, разрешите вас поздравить от руководства ФСИН России, а также у ФСИН России по Ульяновской области с этим выдающимся праздником, 75-летием, дня годовщины, победы русского народа над немецкими захватчиками. Поскольку на сегодняшний день в нашем регионе существует определенная регламентация любого публичного мероприятия, все те, кто хотел поздравить своего ветерана, делали это по-разному. Главным был для всех принцип «не навреди». Ульяновская «Волга» поздравила, выстроившись под окнами Виктора Ивановича Горюнова. Федор Иванович был почетным гостем у нас на заключительном домашнем матче 21 февраля. Мало того, что он был у нас, ему был как бы удостоен чести, хотя, наверное, это мы удостоены чести такой, что он у нас был. Было первое вбрасывание символического мяча, и он был приглашен в раздевалку, нарушая все каноны спортивные перед игрой, и он опустовал команду на игру. И, надо сказать, ту игру мы выиграли, и после этого он опустил, мы играем вообще все игры на самом деле, и мы поняли, что он нас чем-то таким зарядил. Под окном ветерана спортсмены пели песни военных лет и кричали «Ура!» в честь того, кто, не жалея собственной жизни, некогда встал на защиту Родины, а ныне способен внушить молодым особую стойкость, пусть в спортивном состязании, но все же. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улл Правды ТВ.